Ой, блин, да ладно, что в этом такого? Подходишь просто к девушке и говоришь Эй, милая, ты смотрела Гарри Поттера? А она говорит да, а ты потом ей отвечаешь Тогда покажи мне свою тайную комнату И всё, и она твоя, проблем вообще никаких А, чего? Ну, пикап, ну, я ей рассказал про пикап А, про пикап из Форсажа Окей, ладно, неловко вышло Всем привет, друзья, с вами Дима Ванапуинт И у нас настал новый сезон Да, про предыдущие машины из Карпаса я не рассказывал Но там на самом деле рассказывать особо нечего Потому что мини-купер мне очень понравился Он крутой и офигенно ездит в кросс-кантри На Порше я немножечко покатался Но мне не очень сильно там понравилось Что разработчики, как всегда, схалтурили И не прикрутили никакую анимацию поднятия и опускания крыши Но в целом эта машина очень крутая И она, кстати, очень неплохо управляется для своего класса Но, как вы знаете, Порше и Порше Из Порше всегда можно сделать машину На которую можно ездить и кайфовать где-нибудь в онлайне Ну а новый сезон, честно говоря, для меня немножечко скучноватый Как мне кажется Потому что за общую серию у нас Феррари с F90 Потом вот летом уже можно забрать Феррари 250GT Дальше у нас будет Феррари Калифорния Ти И типа, камон, ну непонятно зачем Феррари 512 Эстероса Это уже прикольно И весной у нас F8 Трибута Зато вот скоро Вот это будет интересно Потому что дальше у нас будет превосходство немецких автомобилей И вот этого я жду намного больше Чем то, что происходит у нас сейчас В Феррари это, конечно, все прикольно Но, честно говоря, тут далеко не все машины Я думаю, интересны большинству Но кроме там Феррари с F90 И, ну, наверное, Тестероса, да И все Ф8 Трибута Но она такая, мне кажется Как-то плюс-минус на любителя И сегодня у нас речь пройдет про этот Ford F-150 SVT Lightning 2003 года И, как вы понимаете Именно на этой машине ездил Брайан Аконнер Из фильма «Форсаж» Да, когда работал в автомагазине Или там тюнинг-шопе Тюнинг-шопе, наверное, будет правильно сказать И, в общем-то, в те времена Когда мы эту всю машину видели В «Форсаже» Даже не задумывались Что этот пикапчик не так прост Как кажется на самом деле Потому что это не просто Какой-то пикап от Ford Это именно заряженная И прокачанная версия Lightning-версии отличались именно тем Что они с нагнетателем Перестроенной подвеской И всеми вот этими Аэродинамическими элементами Между прочим, это второе поколение Первое там настраивалось Вообще одним легендарным гонщиком То есть та машина была, конечно Супер-мега-крутая Но вторая ее версия, так сказать Тоже была не такой и плохой Как говорится Люди ее до сих пор любят и ценят Но больше всего, мне кажется На нее начали обращать внимание Именно после первого «Форсажа» Поэтому, ну вы сами понимаете Какую машину мы сегодня будем делать И я сразу же скажу Что я ее, наверное, буду превращать В «Дрифткар» Потому что, ну честно говоря Я не вижу в ней потанцевала Чтобы мы сделали из нее Какую-то пушку-гонку Поэтому делаем из нее «Дрифткар» Вот так вот она у нас Эта красотка выглядит Ну и сейчас мы посмотрим на нее Со всех сторон Знаете, что меня удивило В этой машине очень-очень сильно Ну, во-первых Понятное дело, что это ограниченный тираж Потому что, ну, вы сами понимаете Заряженные пикапы Это штука такая В те времена была На момент 2001 года 2000-х Такая, ну, не для всех Грубо говоря, да Поэтому тираж был очень маленький Например, у этой машины Там тираж был около 27 тысячи Распроданных штук То есть, это такая вещь Достаточно редкая Ну что же Вот у нас что Все по двигателю Я думаю, и так Все понятно Все ясно Есть нагнетатель Все окей Ну и, конечно же Ford SVT Без этой надписи Никуда Мне кажется Для тех, кто знаком С маркой Ford Понимают просто Без всяких слов Когда написано Ford SVT Это должно быть Что-то заряженное И что-то крутое В этой машине Меня очень сильно Привлекают ее очертания То есть Если брать Стоковую версию То как бы Ну, типа Обычный пикапчик Из двухтысячных Но вот с этими Обвесами С перенастроенной Подвеской И всеми этими делами Понятное дело Что, ну, поскольку У нас перенастроена Подвеска машины Я так понял Чуть-чуть пониже стала Здесь Смотрится Все прям хорошо И я не знаю Почему Вот настолько Вот этот красный цвет Мне просто Впитался В подкорку И после Миллиардных просмотров Первого форсажа Что мне, знаете Я даже вот смотрю И мне на двери Вот этой надписи Не хватает Поэтому я ее Обязательно поставлю Ну и сделаю Видение Того Как могла бы Выглядеть машина Если бы форсаж Снимался Например Там сейчас На момент 2022 года Короче Ну тут как-то Вот так вот Еще какое у меня Было удивление Понятное дело Что у нее Маленький тираж Там все дела Но это как бы Логичная ситуация Но У нее автомат И это Обусловлено Конечно же Тем Что машина Все-таки У нас Американская Американцы Любят что Американцы Любят автомат Любители Механической коробки Передач У них там Крайне редки И они там Практически Как единороги Поэтому Понятное дело Что даже Заряженные версии Вот таких вот Автомобилей Марки Ford Выходят Достаточно часто На автоматической Коробке Передач Ну ладно Звук Обещает быть Очень хороший Поэтому давайте Сейчас послушаем Ой-ой-ой Я не знаю Как вы Слышите Или нет Ну я прям Слышу Этот нагнетатель Ага Просто красота Просто красота Ну что Давайте Поехали На дорогу Мне хочется Просто в стоке Сейчас этот автомобиль Протестировать Потому что Черт возьми Категория С у нас Сейчас Индекс Производительности Там не супер Большой Поэтому интересно Что у нас получится С этим автомобилем У нас сделать Так Мне бы Музычку Сначала Выключить Так Отлично И погнали Вообще У нас машина На заднем Приводе Получается Я честно говоря Это даже не посмотрел Задний у нас Какой Какой у нас Привод Да Она у нас Кстати на заднем Приводе Поэтому Ну логично Что Как бы Ее бы По приколу Бы хорошо Сделать В Дрифт Ну а пока что Мы едем На автоматическую Кропку передач Помощники Как всегда У меня Выключены И так вот Честно говоря По ощущениям Ну вроде Прикольно Особенно мне нравится Смотрите Звук из кабины Сейчас Так Меня немножко Унесло Но задний Привод Понятное Дело И кстати Хочется сказать Что Лайтнинг Они Все таки Хоть и пикапы Да Но они Не предназначены Для бездорожья Они предназначены Для шоссе И дорог Поэтому Как бы Сами понимаете Здесь Бездорожье Какого-то Супер Ждать от машины Не стоит Она не такая Проходимая Как может быть Даже ее стоковый Собрат Поэтому здесь Эти тачки Такие вот Шоссейные варианты Кстати Вот из-за этого Еще были большие Вопросы у покупателей Потому что Ну как бы Пикап Это все таки Такая машина Для сельской местности Чтобы наваливать Там я не знаю По огородам соседей Грубо говоря Да Как у нас на УАЗиках Но Здесь ты можешь ездить В основном Только по шоссе Да и выдаст Она свой потенцевал Так сказать Только на шоссе И как бы Странно Покупать пикап Для того Чтобы кататься По асфальту Ну согласитесь Это непонятно Тем более Задний привод Задний привод У пикапа Когда ну в основном Понятное дело Рулили пикапы На полном приводе Чтобы можно было Везде пройти Потому что машина Все таки максимально рабочая Поэтому Такая странноватая штуха Ну а в Форсаже Как раз ее И выбрали Мне кажется Для того Чтобы отобразить Те вещи Что вот смотрите Чувак из тюнинг шопа Который максимально Понимает в машинах Или тюнинг шоп Например максимально Понимает в машинах Поэтому они взяли Такой своеобразный Рабочий автомобиль Но при этом С какими то там Плюс минус С гоночными корнями Ну в общем Что сказать Категория С Есть категория С Машина в стоке Ездит максимально уныло Поэтому давайте Посмотрим Что с ней там Можно сделать И конечно же Я ее буду превращать Сразу в машину Для дрифта Ну правда Тут на самом деле Много Для того Сделать для того Чтобы превратить Машину для дрифта Ну особо не надо Ничего Потому что Как бы задний привод Есть Нагнетатель У нас есть Давайте посмотрим Что по образованию У нас В8 62 литра В8 Дизель Можно поставить Почему бы и нет 2.6 литра i6 Racing 3 литра i6 v8 7.2 литра Racing v8 7.2 литра Между прочим И 7.4 литра v8 TD Слушайте Офигенные На самом деле Движки И я чувствую Из этой машины Можно выжать Очень много всего Трансмиссию Конечно же На полный привод Можно поставить Ну и Если не нравится Обычный нагнетатель Можно поставить Турбо нагнетатель Окей Хорошо Аэродинамика И внешний вид Здесь у нас Ну обычные Вот эти все Штуки от Форзы На сзади Мы можем закрыть Вот это все Великолепие Кстати это смотрится Неплохо Да В принципе можно закрыть Здесь у нас Брызговики Добавляются Ну это такое И можно Немножечко Сделать такой Более дизайнерский Капот Ну честно говоря Это капот Понятное дело Из двухтысячных И на данный момент Смотрится такой капот Ну я не знаю Прям совсем на любителя Поэтому 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 Берем И смотрим Что у нас здесь С колесами Тут тоже все У нас стандартно Можно кстати Поставить проставочки Это хорошо Это радует Это значит Что можно Машину Сделать вообще Максимально квадратной Благодаря этим проставкам И держать Она будет Очень и очень Хорошо крутящий момент Ну и в дрифте Типа будет держаться Точнее не крутящий момент А в дрифте Просто во время крутящего момента Будет держаться хорошо И никуда у нее Задние колеса Не будут убегать Переди передних Так ладно Тут все у нас Тоже по подвесочке Хорошо Спортивные пружины А если поставить гоночные пружины Вот только посмотрите на это занижение Вот только посмотрите на него Офигеть Так, ну для гонок по бездорожью тоже есть Ну и для дрифта, ну это просто Это какое-то ультра занижение Это практически бэпан у нас какой-то получается Если кто-то помнит вообще такие движухи Охренеть Так, ну и по двигателю 100 кома, конечно же Здесь можно поставить другой неганитатель Все дела, короче Очень много интересного тюнинга Но мне хочется все-таки посмотреть, что у нас сделали ребята Итак, для дрэга есть Брайнс С2 946 Ничего себе у нас 399 км в час А тут, кстати, 371 Давайте посмотрим, сколько у вас еще максималочка Вот я видел 400 У нее есть прокачка 400-400 Везде вижу 400 Да, в основном, видимо, максималка 400 All of Max Вот у нас тут LA как раз сделал И получается, что 400 км в час Это максималка у этого пикапчика Актуали гуд в А-классе И я так понимаю, что у нас, ну да, просто для А-класса Но при этом стоят состав шин у нас ралли То есть, в принципе, в принципе, тачка, видимо, неплоха для А-класса Но, честно говоря, я не вижу в ней какого-то прикола для того, чтобы ездить в А-классе Здесь у нас, кстати, в S2 уже для дрифта кто-то сделал на полном приводе Причем топ-драг в версии 1 Вот, кстати, вот это интересная тема, потому что здесь стоит дрифт-подвеска Состав шин для дрэга Ничего себе PSA Давайте ради интереса поставим вот эту настройку для дрэга Мне прям это хочется заценить, потому что давно я не тестировал дрэговых настроек Ну, а для дрифта сделать это все дело несложно, поэтому сделаем Ну что же, машина у нас максимально подготовлена теперь для этого дрэг-заезда И сейчас я вам покажу, как она выглядит Это просто офигеть Смотрится она теперь максимально... Ну, по дрэгову, наверное Жопка приподнята, перед опущенной И давайте посмотрим, как она стартанет против дрэватаров Непобедимый! Вы видели, что это было? Охренеть! Там кто-то на вилле встал Давай, 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 Форд! Я верю в тебя, нет, все-таки улетают Блин, очень, очень неплохая настройка Но, к сожалению, против дрэватаров уровня непобедимый У нас не получается ничего с этим сделать Позиция девятая И вот у нас вот такая вот составка здесь небольшая С замедлением, типа, но ничего такого не получилось Финиш у меня на восьмом месте Но, слушайте, прикольная, конечно, дрэговая настройка Выглядит машина, конечно, с ней просто максимально потрясающе Но вы гляньте на это Жопа поднята просто максимально перед опущенной Смотрится, конечно, прикольно Но, как вы видели, нету какого-то сверхпотенциала, так сказать У нас в дрэге Вроде как настройка неплохая Вроде как пять баллов даже ей поставили Да, и вроде как машина выстреливает Но выстреливает все равно не так, как хотелось бы Эта категория, между прочим, у нас все-таки С1 и индекс производительности 888 То есть машина должна, конечно, выстреливать куда лучше Чем у нас происходило это все на самом деле Поэтому как-то так Давайте быстренько сделаем ее для дрифта Я знаете, что заметил? А колеса-то в форсаже у этой машины Были немножечко другие Поэтому я попробую найти что-то похожее Потому что, ну, там был далеко не стоковый вариант Вот этих вот дисков Поэтому давайте Racing 72 литра V8 В принципе, был бы, наверное, может, неплохой двигатель У нас для дрифта Но в данном случае у нас уже есть Вот этот вот 74 литра V8 TT Поэтому поставим именно его Оставляем у нас задний привод Потому что я напоминаю, машину мы делаем для дрифта Так сказать Спереди давайте поставим вот это Вот тут вот поставим вот это Брызговики ставить не будем Ну и капот я тоже думаю не трогать Потому что, ну, как-то, блин, ну зачем, да? Шины и диски Здесь у нас нужны шины для дрифта Понятное дело Ширина передних колес Сколько у нас там? 295 на передних И давайте, ну, 315 на задний поставим Машина уж точно должна отталкиваться И теперь смотрим, что у нас по дискам Поиск похожих дисков Напоминаю, похожих, друзья Потому что точно таких, как в Форсаже Ну, здесь их, скорее всего, не будет Поэтому не надо мне там предъявлять Как любят некоторые Что типа, вот, машина сделала не похожую Диски не такие Это не то Ну, понятное дело Потому что, ну, точную копию сделать нельзя в игре Таких возможностей тебе, бывает, не дают Кстати, вот такие вот диски Неплохо смотрятся, по-моему, на этом пикапе Хотя это, опять же, на вкус и цвет На вкус и цвет, как говорится, товарища нету Поэтому выбираем что-то более-менее похожее Но пока что, пока что только вот это, наверное, более-менее похожее Но если так вот смотреть Вот просто чисто по дискам О, да О, да Те, кто состоят в моем паблике, знают, как я люблю диски фирмы Redform Я не могу пройти просто мимо этих дисуль И мне кажется, они отлично подходят для этого пикапа Посмотрите, он стал какой-то гэнхстопушкой на самом деле Поэтому минус 14 килограмм мы сбрасываем при помощи этих дисков И тут внезапно я понял, что на этом двигателе-то нельзя ничего прокачать То есть я, я бы, я ничего не могу с ним сделать Так, значит, 7,2 литра V8 До свидания Мне такое не нравится Поэтому делаем твин-турбо И вот теперь уже прокачиваем двигатель Оу, по первым тестам я вам скажу Что получилось очень здраво Машина, конечно, бьется просто жесть, как в отсечку Немножко, наверное, мне нужно побольше сейчас дифференциал затянуть Потому что на углы берет вообще офигеть Смотрите, короче, что по дифференциалу получается у нас Я сделал пока что вот такой Давайте попробуем, наверное, чуть-чуть понизить вот это дело Сделать 90, ну 90.77 Посмотрим, что из этого получится Потому что в данном случае должно быть все неплохо И давайте стартовать бачком Полетели, вторая передача поехала Третья поехала Скорость у нас получается небольшая Но за счет этого машина хоть как-то у нас зато управляется И на горе она себя будет чувствовать определенно лучше Скорости Скорости сейчас, друзья, не хватает Но при этом тачка управляется просто идеально Это, знаете, это выходит, что я особо ничего не парился Особо сильно как-то не настраивал Долго настройки не подбирал Но эти 95 поставим Но при этом Но при этом Машина очень неплохо себя чувствует И очень неплохо себя ведет Едет постоянно просто в отсечку И я напоминаю, что это категория А Это даже не С1 Обычно такие машины у нас пегачат все время в С1 Но здесь вот так класс И за счет того, что спереди просто у нас огромнейшие проставки Машина себя чувствует очень и очень хорошо Ё-моё, мне это просто нравится Мне это дико нравится Для меня это прям очень приятный автомобиль для дрифта Так, на второй передаче протянем На третий Так, ну как-то прерывственно, конечно, выходит Но все-таки за счет вот этих проставок спереди Машина чувствует себя просто офигенно Причем эти проставки, ну если так посмотреть Они особо даже не видны Короче, тест горой Погнали Понятное дело, что гора у нас под уклоном А машина будет за счет этого получать дополнительное ускорение Но в этом как раз и сложность по сути этой трассы Ох ты ж, ё-моё, как она закидывается Здесь у меня будет перебор Скорее всего, да, небольшой перебор случился Но подхват был даже на четвертой передаче Слушайте, мне это очень нравится Потихонечку раскачиваемся И погнали Четвертая передача у нас Я бы, конечно, не сказал бы, что must have Но, тем не менее, блин Машина себя чувствует просто замечательно Аккуратненько управляешь газом И едешь себе спокойно вообще не заморачиваясь Вот это мне нравится Вот это прикольно И, видите, это я криворукий ее настраивал То есть, если кто-то... Ну, тут уже переборчик вышел Все-таки небольшой Наверное, надо было сильнее Немножечко загаситься, да? Короче, это криворукий я еще это настраивал А если будет человек не криворукий Ее настраивать для дрифта, друзья То это, мне кажется, будет вообще просто офигенно Ну, как она держится? Как она держится? Причем в каких углах она держится, друзья? Перекладки через тормоз Но, тем не менее, давайте на пятую передачу Посмотрим, что у нас будет с ней И на пятой вполне себе спокойно в отсечку херачит Здесь у нас снова будет перебор небольшой Но поставился его Только посмотрите, какой угол вытянул Охренеть! Как я давно в Форзе не дрифтил И я вот теперь прям не могу успокоиться Насколько у меня сейчас хорошо получается Немножечко задели заборчик Немножечко задели Ну, как она наваливает, друзья? Как она наваливает! Вы только гляньте на это! У меня просто нет слов Это идеальный пикап-дрифт-мобиль Вы только посмотрите на это Только посмотрите, как она едет! Это просто охренеть! Так, давайте резко здесь заваливаемся Посмотрите на этот угол И пролетело вообще спокойно Без всяких проблем Пройдем же... Так, ну здесь мы не продержим угол Понятно Немного ушли во внутреннюю Но траектории, конечно же, никакой Но все-таки перед вами не чемпион по дрифту Поэтому вы сами должны понимать, кого смотрите И... Вот тут немножечко переборщил Затупил Но сделал клочкик И машина поехала дальше Вот это я понимаю Автомобиль максимально погладистый в дрифте Мне не нужно его отлавливать Мне не нужно ничего вообще делать В принципе, даже сейчас Если бы я просто был сконцентрирован максимально И с вами бы тут не разговаривал То, блин Я бы проехал бы еще лучше, как мне кажется Блин, тачка едет просто шедеврально Проблема, конечно, в ней в том, что На ней можно наваливать красиво Но ясен фиг Много очков на ней особо не соберешь здесь Хотя, ну опять же Как если приноровиться Так, подождите Блин, ну как она, конечно, виляет Виляет и, главное, отлавливается Это самое крутое То, что машина очень легко отлавливается Но поскольку все-таки дифференциал у меня Не настолько сделан, как я обычно делаю На замедление Поэтому так получается Что-то мне непривычно Я иногда вылетаю Но смотрите В некоторые моменты Можно спокойно на третью передачу Наваливать Ииии Ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это было хорошо Ой, было хорошо Так Тут не дотянули немножечко Но в целом Блин, я даже не ожидал Что она настолько приятной получится Видимо, это какая-то особенность Развесовки автомобиля Что вот, ну поскольку это пикап Пикапы как-то в форзе Очень легко прокачивают для дрифта И они вполне себе спокойно Показывают такие очень Неплохие результаты В этой дисциплине Если можно так сказать Так, давайте Сейчас я попробую здесь резко Так, ну нет Ну что-то как-то Не особо резко получается Резкой перекладки Не получится, в принципе, сделать Потому что вы сами видели Огромная поставка спереди на колесах Поэтому резкой перекладок не будет Но можно вот здесь вот попробовать И здесь я переворщил Хотел совсем на бэкварде залететь Но и, конечно же, у меня этого И сделать не получилось Но опять же, смотрите Если кому-то Нужен держак, например, на этой машине Да То вполне себе спокойно Можно понизить давление В шинах задних И будет уже больше держака Машина будет сильнее толкаться И, ну блин, друзья Для А-класса в дрифте Она очень неплохо едет Я вам скажу Прям максимально неплохо В общем, что тут говорить Получилась реально красота Дотянем, не дотянем Ну так, дотянули Хреновенько, конечно Немножечко бачком Но так вот Блин, в каких углах едет Я-я-я-я не знаю, что еще сказать Это просто жесть Я что-то не ожидал Что она настолько интересная И настолько прикольная Получится в плане дрифта На ней ехать прям супер приятно Она не сказала бы, что, конечно Мега погладистая, да Но при этом управляется Достаточно просто и легко Это самое главное, мне кажется В дрифте Чтобы вы могли просто сесть Понять, как на этой машине Ехать боком И сразу взяли И спокойно поехали Держим траекторию Держим Отлично Слушайте, ну а мне кажется Я наберу здесь спокойно Свой лям Вообще без всяких проблем Вот у нас последний поворот Уже остается На четвертой передаче Протянем, не протянем Так, 965 972 977 84 590 Так-так-так-так-так Миллион есть И прям на бэкварде В дерево Нафиг приземрились Слушайте Офигенные автомобили Все-таки мне кажется Не только для дрифта Ну и реально Во классе Ее можно Вполне себе Прокачивать Для дорог Она будет Очень и очень Неплоха Мне кажется Даже в каких-нибудь Шоссейных гонках В принципе Опять же Все зависит от того Как вы ее настроите Ну а эту настройку Для дрифта Конечно же Я выкладываю для вас Ну и называться Это будет Дрифт Найти вы это можете В принципе Легко Ну а код публикации Перед вами Сейчас на экране Всем огромное спасибо За просмотр С вами был Дима Ванпоинт И я напоминаю Что сейчас у меня Не так много времени Чтобы публиковать Для вас ролики Поэтому я крайне Надеюсь на вашу поддержку Не забывайте Ставить большой палец вверх Подписываться на канал Если еще этого не сделали И конечно же Нажимать на колокольчик А также Оставить Хоть какой-то комментарий Все это максимально Поможет продвижению Моего контента За который кстати Я сейчас практически Ничего не получаю Баранку Бублик За это все у меня приходит Поэтому Я на вас надеюсь Крайне сильно Всем огромное спасибо Заранее И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok